Доброе утро, ребят! Мы в Кемере сегодня сделаем, ну, такой легкий обзор Кемеры, что как происходит. Постепенно уже магазины открываются, хотели снять ЛСВ и Кики. Представляете, я думаю, еще так хорошо, он сбоку, ну, не так много людей будет удобно снимать, а он закрыт. Поэтому сейчас идем в другой, в самый центральный. И очень вкусно пахнет цветами, сейчас догоню их только. Кстати, насчет погоды, ребят, пока ехали, мы, ну, приезжали, там туристы уже все раздетые ходят. Ну, в принципе, уже тепло-тепло-тепло. Так, на самом деле, я в кофте оделась немножко жарковато, я просто в полку чисто не нашла. В общем, уже все хорошо. Море, я уже недавно рассказала, там где-то плюс 19, весь апрель будет. Ну, вот так вот погулять вообще отлично. Какая красота просто нереально. А там наш поселочек Генюк, в котором мы, собственно, и живем, в той части дальше. Кстати, ну, большинство уже магазинов открылось. Некоторые еще готовятся, там всякие кашиферчики. Ну, в принципе, единственное, я не пойму, почему у Севайкики закрыт. Так странно, надеюсь, его откроют. Потому что там обычно в Центральном очень много людей и толплено, столплено, столплено. Еще расскажите, как думаете, уже начать снимать магазины в Кимере? Думаю, обзор по Кимеру, там с магазинами именно. Сегодня хочу только больше, ну, не то что прогулку, а все вместе просто. Сами походим. Отдельно у Севайкики сниму. Покажу, что как. А еще бешено вкусный стоит аромат. Я не знаю, кстати, чего. Но очень вкусно. Мне кажется, это сады апельсиновые цветут. Все цветет. Получается очень вкусненько. Кстати, не обращайте внимания, что туристов тут нет. Мы просто, ну, по боковой немножко улице идем. Плюс еще сейчас утро. Ну, как утро, обед. Час где-то. Все на обедах. Все, какой-то отель еще не открылся. Ну, кстати, большинство уже открывается. Проходим, проходим, не стесняемся. Идем, кстати, как будто по заброшенному городу. Я рассказываю, что много уже туристов. Ни одного. Кстати, до моря мы с вами тоже дойдем. Ну, уже в конце как раз. Сделаем кружочек и дойдем. Это наша киска. Нет, это не наша киска. Она ругается. Ой, еще один. Ой-ой-ой, они нападают. Идем, рассуждаем, что здесь приятно. Это такой эвкалипт. Но сейчас запах не чувствуется. Ты чувствуешь, да? Может, я? Да, вот здесь пахнет. Кстати, рынок, рынок вот где-то здесь. Катон, ребят, неплохой магазин. Даже хороший, я бы сказала. Ну, мне нравится чуть-чуть побольше, чем ЛСВайкики. Потому что там больше женского выбора. Мужская, кстати, тоже в Катоне мне нравится. Более, немного интереснее, на мой вкус. Тут у нас где-то рынок. А, вот тут. И по идее... Ну, тут фруктовый рынок, да? В четверг, по-моему, он так и остается. Там, более низ, внизу. Ну, по-моему, здесь это... Кстати, на почте можно будет поменять деньги. Но вот здесь написано, что и, типа, рубли меняют. Здесь они меняют? Ну, нет. Ну, по факту, там уже многие писали, что рубли они не меняли уже в прошлом году. Вон написано. Обмен валют, почта, ПТТ, доллары... А, доллары, евро, лиры. По-моему, за это. В общем, можно там поменять. Ну, кстати, кто вот в такие туристические поселки, то если у вас доллары или евро, то так везде с удовольствием возьмут. Даже больше, по-моему, чем лиры. Просто пересчитают, и все. Да, мушмула уже у нас. Во всю. Так что, кто приедет весной, уже можно будет попробовать. По вкусу не знаю, как описать. Ну, такой, ну, приятный, приятный фрукт. Все, и сейчас поворачиваем. Сегодня, к сожалению, субботу, так что ни на один из рынков мы не попадаем. Но, собственно, я особо обзор не планировала делать. Планировала вот за эти волосы и в Акики. Посмотрите, тоже знаю, многим интересно, многие просят. Ой, какая жара. Все, на солнце уже все, можно голыми ходить. И, собственно, в центр Кемер мы с вами дошли. Башня с часами. Кстати, вот курс обмена валют. Можно посмотреть, тормознуть, что обещают. Давай, давай, давай. Моника тут по всему периметру собрала такие искусственные цветы. Видимо, чистили в магазин, кто-то все подлетали. Что можно сказать? Отдельный выпуск поснимали. Будет отдельный выпуск. Сейчас идем, не знаю, что показать. Пойдемте все равно, но мы, Монике, ищем шорты, поэтому пойдемте еще посмотрим с вами. Вон ту линию. Флой, это такой обувной магазин. Де-факто этот, ну, типа LC Вайкики, тоже самое. 82-салые пазары. Все для туристов. Вот прям все. Советую покопаться. У нас есть отдельный выпуск, но, ребята, в этом году тоже снимем скоро. Да? Да. Просто со всем соглашайся. Бойнер тоже надо. А, бойнер, да, классная брендовая вещь. Ну, для кого-то классная, для кого-то нет. Вот. Кстати, есть достопримечательности. Красивая мечеть. И вот арка там потом цветет розовыми цветами прям. Ну, скоро-скоро в сезон. Сейчас пока не цветет. Что-то мы не про холодно наделим ребенка как-то это. Я даже не подумала о куртке. Вот. Про ту арку, которую я рассказывала, сейчас она зеленая. Ну, ничего, прям она буквально, мне кажется, пару месяцев уже будет вся. И все фоткаются, так что, если вы вдруг не доходили до этой части Кемера, или только первый раз собираетесь, то советую дойти до сюда. Такой центр шоппинга. Ну, еще, кстати, тут не так много. Сейчас еще в де-факто глянем и в катон глянем. А, еще можно, знаете, что, где нам... Ладно, быстренько покажу, ребят, де-факто. Ну, цены такие же, как волосы вайкики. Вот 300 лир футболка, это, кстати, спортивное дело. 200 лир футболка. Ну, это такие, конечно, короткие платья по 600 лир. Не знаю, что мне купить. Не ёкает. 700, да? А на Виршу ценник 600. Еще не так много вариантов. Ой, я знаю, что Монике понравится. Рада ж на это. Так, о том, что я говорила, Бойнар. Там все-все-все бренды. Мужские, женские. Блин, даже не вспомню, какие хотела сказать все-все-все. В общем-то, все там есть. Догоняй. Ой, я не знаю, еле-еле это. Сейчас, в общем, идем с вами, не знаю, все вместе и что-то покупаем. Мне, Монике, Денис уже весь это при параде. И параллельно вам все показывает. Аккуратно, аккуратно. Съезжай. Что, уже поздно старичье? Кому? Старичье? А что за слово так восьминец? Старичек. Старичек. А, я думала, старичье. Давайте пройдем это, наверное, смущаем. Во Фло есть обувь вся-вся-вся, ребят. Но давайте где-нибудь глянем по целым. Ну, честно, мы покупали, получилось так, ну, как дураки. То ли три, то ли четыре пары обуви. Вот. У нас все разваливались. Но, возможно, то есть, если вы будете покупать таких марок, не их, а вот всякий Ламберджек, там, еще какие-то. Да, он там, допустим, полоский, может быть, и нормальный, не знаю. Две тысячи лир, две четыреста. Ну, такой самый бюджетный магазин. Здесь такая терраса, смечеть открывается очень красиво. На вот эти все апельсиновые поля и очень просто божественный сейчас запах. Вот это цветение. Очень вкусно, очень вкусно. Безумно, на весь кемер практически. Очень красиво. А снег уже, кстати, это стайл, да? Да, снег уже не остался. Да, надеюсь, говорит, там гора горела красная. Снимаем красоту. В проеме. Кстати, вот на этом месте, где мы, рынок. Заход, ну, один из. А там Мушмолу. Да, там Мушмолу один из сказал, снимай Мушмолу. А тут обувь чистят. Мушмолу снимай. Вот это вот то, что в середине, она спелая. Вот это все, что по бокам, это не спелая. Спелая, достаточно вкусный такой. А, да. Дрова, да, кстати, все же дровами топят. Ну, не все, кто-то с предсистемами, кто-то дровами, но многие дровами топятся. Все же, магазинчики открыты. А там местная кафешка, там местные эти рубятся. И красивые магазины. Обожаю, как магазины оформляют. Это прям что-то с чем-то. Сейчас еще в Катон зайдем. Посмотрим. Ну, вообще такая пустота вообще. Он тут 50% скидок, понятно. Смотрите, тут даже, по-моему, я не знаю, открыто или нет. Никого нет. Последняя надежда. Ну, тут поинтереснее, да, уже? Там прям грустно. Хоть что-то уже. Все, ребят, вернулись на центральную такую точку, центральную улицу. Сейчас мы немножко так по закоулочкам пройдемся, а потом на другую центральную улицу выйдем. И пойдемся по самому центру центра. Ну, кто, может быть, знает, то от моря до верха. До сюда, там центральная улица. Господи, почему я по клубам пошла? Ну, не по клубам, а как-то. Эх, помню, когда мы ехали в Ланкору первый раз, и Моника здесь ползала. И, наверное, было года полтора-два. Короче, маленькая была по этим штучкам. Там, кстати, очень красивый парк, и сейчас тоже все цветет. Классно. Вот, давайте сядем, перекусим быстренько. Еще немножко центр Кемера. Кстати, кто всегда спрашивает, хорошее кафе? Вот это Мока, которое в башне. У них еще есть там второй этаж. Очень такое приятное. Все. Бежим дальше. Сейчас выйдем на центральную улицу и что-нибудь покажу интересное. А, кстати, кто там хочет бюджетно купить с собой всякие подарки родным? Ну, может, там чай, оливки. Вот магазин сетевый Астадин, Шоу, Кубим. Мигрос. Ну, Мигрос более дорогой, но зато там более удобно. Ну, как дорогой относительно. Там чуть-чуть, может, на 23% цены выше. Живые раки сварим. Сами варим 15 долларов. В Кемере еще очень нравятся вот эти виллы. Моника говорит, я сейчас работаю, денежки зарабатываю, чтобы шортики купить, снимать. А Моника говорит, мне и в штанах удобно. Смешная такая. Обожаю. Кстати, начали цвести, да, получается? Цветочки. Виноградик, да? Это у нас мандариновое дерево. Ближе подходить не будем, поверьте, наслыл, господи, по дороге. Камера в пол. Камера в пол, она просто устала и взгрызнула. Лимончики, кстати, да, тоже сейчас все на веточках. Все на месте, все цветет, растет. Кстати, и цветы есть, и плоды есть. Все есть. Нравится мне тут. Можно тут, да, как на даче жить. Тут уже отели там все такие, ну, более маленькие. С бассейнчиками. Ой, какие ромашки. Господи, это ее мечта. Такой красивый отельчик. Я обожаю такие отели. Кто-то не любит, а я люблю. Как ты такие с душой сделанная? Кому это ромашки? Мне, спасибо. Покажу вам. Красивый. Уже тоже все пооткрывается. Скоро свои любимые магазины поснимаем. Уже многие пишут. Там обувь, платье, кожу. Кожу, кстати, уже отсняли. Осталось только смонтировать. Ну, там всякие. Всякие-всякие. Потом сладости. Золото, бриллианты. А? Ну, судя по тому, что воды еще нету, сезона нет. Но погода классная. Даже он местный уже разделит. Хотя местный в последний момент раздевается. Особенно сидеть холодно. Вещи под 10 евро. Диоры всякие. Другие фирмы. 20 евро. Кстати, о, туристов нет. Ну, мне кажется, за то, что ветрено, да? Ну, прям вообще-то 1-2. В Геонике и то больше. Ну, мне кажется, за ветро реально. Вот за 20 евро. Ну, это распродажа какая-то. Мастерки. Кстати, открылся пикер. Кто любит дизайнерскую одежду, вам что? Ну, и относительно бюджетно. Ну, как, не бюджетно, но для дизайнерской одежды, мне кажется, неплохие цены. Тоже, кстати, в прошлом году снимали, но еще поснимаем. Сегодня вот так вот прогулка у нас с вами будет. Как будто на ветвите, я уже, ну, у меня, видимо, инстинкты, я на магазины смотрю. О, еще рестораны не открыто. Куда чуть-чуть перекрыли, уже жарко. Еще не открыто. А, летом здесь такая тусня, еще с живой музыкой зачастую. Неправильный день, чтобы снимать и показывать, сколько тут туристов. Нисколько. Ну, в геонике больше, чем здесь, чем сегодня здесь, скажем так, потому что сегодня как-то ветрено сдуло. Красиво, кайф, да, всякие чаи, кофе. Хочется купить. Все. Все, пойдемте в центр посмотрим. Кстати, кто для ориентации в пространстве, это у нас сейчас самый центр низа. Там море сейчас уже будет впереди. Тут справа у нас проходит рынок, но сейчас его даже нет. Кстати, кто просил снять рынок, там особо не снимешь, потому что там пару палаточек, и все. Ну, я думаю, на днях уже, может, следующий, там четверг, по-моему, четверг здесь проходит, если не ошибаюсь. Уже будет намного лучше. Ну, соответственно, рынок увеличивается с увеличением туристов. Люблю Кемер. Кто любит Кемер? Фонтан. Нет, что-то сегодня это прям не съемочный день. Фонтан выключен. Все наше. И тут, кстати, вот мне очень нравится. Кто хочет, ему что-то такое, ну, более-менее настоящее, привезти. Какой-нибудь сувенир. Тут все ручной работы. Всякая-всячина. А вы уже, видите, половина закрыта. Ой, хорошо, ребята. Пойдемте посмотрим на море, там кто-нибудь купается или нет. Пока наши сейчас, по-моему, на площадку они пошли, что ли, не знаю. Старбакс. Старбакс, Абвы и Бургер Кинг. Весь свет. Рабочих привезли. Что-то, видимо, надо чистить, убирать целый автобус. Сейчас выгрузили. Там местная кафешка, Макдональдс. Те, кто узнает. И пойдемте на самом центральном пляжке Меры. Посмотрим, как там дела. Так, ну, вид из сердца так себе. А, шезлонги привезли. Понятненько. Хотела показать, кто купается, не купается. Наверное, это надо ближе. Во, Ланкора уже даже открылась. А я вижу, там голых людей в купальниках. Ну, то есть, как бы купаются, получается. Просто центральный пляж, это больше местный. Ну, и туристы, конечно, сезон тут все. Все лежат, вроде загорают, по большей части, да? Ну, уже есть все. Да, есть кто плавает. Не в данный момент, но вообще. Все, красота. Сейчас посмотрим. Пойдем с вами. Туда тянется набережная. Набережная в Кемере такая она, как-то небольшая. Где же мне нравится эта набережная? В Чамьево, наверное. Ну, в Кемере, хотя, тоже приятная. Но она какая-то более, ну, узкая из-за этого. Кажется, что тесно, лично мне. Вообще, хорошее, красивое. Есть где погулять. Так, все, заворачиваем. Да, все, шезлонги, видите, готовят. Все, кайф. Можно заезжать, наслаждаться жизнью. Все, вид со стороны. Лайфхак для туристов. Если кто-то смотрит, кто поедет. Видите крылышки, видите море, значит, там туалет. Ну, все, уже нормально так. Прибавилось, прибавилось людей. Вот здесь особенно. Хорошо. Тепло. Ну, кстати, я подулу легкий ветерок, и все, уже не так тепло. Там из дерева вырезают. Свежесть, свежесть. Класс. Наш ребенок сказал с удовольствием. Поиграет на площадке, и все. Конец истории. Может, я сейчас что-нибудь поснимаю. Не могу остановиться снимать. Такой кайф. Обожаю. Даже не знаю, что я больше люблю. Кимерный геоник. Не знаю, не знаю. Ну, в геонике тоже очень красиво. Там горы близко. Мне нравится, что в геонике. У нас в верхней части живем, а теперь в нижней части живем. Теперь у нас нету гор. Мам! Мам! Не задерживайся. Не задерживайся. Каждый раз думаю, ну, все, больше не буду снимать. Тут опять очень красиво. Только понюхать. Кайф? Сюда, водокачик своя. Думаешь? Ммм, как здесь красиво. Протерла немножко экран. Ну, я думаю, если у меня будет дом, я хочу вот такие себе кусты. Садовник. Который будет их обрезать. Что мне еще надо хотеть? Ну, эти шикарные. Вот эти кустики. Это тоже надо. Да, тоже продается уже давно. Ну, он в низине, мне кажется, вот тут тоже прекрасно топит. Какая-нибудь прессинь там в подарок идет. Подрезали бы какими-нибудь педагогами. О-о-о-о. А, слушай, в отеле есть было? Да, он, да. Суматой куда-нибудь или? Ну, да, целиком, я думаю. Мне казалось, целиком, почему-то кажется. И все, вышли опять с вами на одну из центральных улиц. Сейчас на автобус. Интересно, под этими кустами беседка или на первый этаж? Красиво. И что это за желтое? Это что за осень у нас? Мне все нравится. Лето, единственное, тяжеловато. Так и зима, и весна, и осень классно. Лето, ну, жирковато. По-моему, может, с вами еще на ту улицу попадем, которая вся в цветах и вероблюдах. Вот тоже домик, да, приятный? С лимончиком. А, еще должен быть свой сад. Ни разу не видел, чтобы здесь что-то текло. Думаешь? Не знаю. Я здесь ни разу не видел, чтобы была речка, даже зимой. Только зимой мы ее взяли, то уже не было речки. Может, разве что только во время дождя? Ни разу не видела. Ага, маленькая собачка. На тебя похож. Пойдемте понюхаем, смотрите. Да даже пчелки ее обрабатывают. Побежали дальше. А меня, знаете что, нашли по дороге. Не хочет фокусироваться. Вот, такая красота. А, кстати, тут стадионок. Ну, тут, наверное, все-таки он действующий. Для местных, конечно. Для туристов не особо интересно. Ой, ну погода сейчас шикарная, конечно. Гулять и гулять. Прям так комфортно. Я вспоминаю, как лето будет. Это вообще, наверное, с ума сойти будет. Ам? Давай. Вау. Снимаем? Снимаем. Так же в городе присутствуют и верблюда, и бараны. Кого хотите. А у него, по-моему, даже имена есть. И главарь. Всей этой красоты. Обожаю весну. Мое любимое время года. Пишите, какое у вас. Пишите, пишите. Будем сравнивать, кто, сколько еще любителей весны. А вот это кафе... Чуть не упал ребенок. Кафешка очень нравится. Красиво оформленная. Ай, вкусно пахнет эти фиолетовые цветочки, которые опять прошли. Там писано, ребята, кстати, на градуснике 27 градусов. И написано, что жарко, горячо.